Другие мои дорогие ютубоканалы армейцы, любой непредобежденный человек понимает, что инициатором российско-украинского конфликта является украинская сторона. В 1991 году Украина стала независимым государством. Обычно попытки отделения окраин крайне болезненно воспринимаются центром и в случае удачи ведут к затяжному военному конфликту. Недавно в Европе Испания подавила попытку отделения Каталонии. Ранее распад Югославии привел к затяжной многоэтапной войне. Много десятилетий длится конфликт в Судане. Эти примеры можно продолжать до бесконечности. Примеров полюбовного раздела крайне мало. В этом отношении Украине очень повезло, и она, по идее, должна была Москву боготворить. Отделение не только прошло безболезненно, но на условиях максимально благоприятных. Украине был передан Крым, спорная территория, ранее подаренная Хрущевым. Хрущев в 1954 году только что занял пост главы СССР, а до этого длительное время руководил Украиной. И он взял и первым делом передал Крым Украине, причем с издевательской формулировкой, в честь российско-украинской дружбы. Ну и отдал бы Донбасс русским в честь дружбы. Какие проблемы? Украина – добрая душа. Более того, Украине после 1991 года были обеспечены райские экономические условия для государственного строительства. Топливо поставлялось по сверх льготным ценам, гарантированно закупалась не очень нужная России продукция, вдобавок Украине дали массу кредитов на крайне выгодных условиях. И еще Россия взяла на себя выплату всех долгов Украинской ССР. В ответ на это началась кампания против русской общины Украины и против Российской Федерации. О этапах нарастающей русофобии я рассказал в бюллетенях номер 21-25. Причин этого несколько. Тут и злая воля знаменитых коллег Путина и попустительства Москвы и многое другое. Но главная причина смешная. Невероятно, но это так. Дело в том, что украинцы совершенно не понимали логики новиопов. Им казалось, что в Москве сидят русские. Пускай очень глупые, а русским и положено быть глупым. Пускай там хаосы экономические трудности, пускай они все еще заморочены марксистской идеологией, но это русские. Русские в Кремле. А украинцы привыкли, что в Кремле главная власть. Как там решат, так и будет. Пускай всем в СССР раньше рулили украинцы, но рулить они могли только из Москвы, а не из Киева. И теперь Кремль, то есть главная власть, отошел к русским. Украинцев Хрущевых, Брежневых, Черненок и Горбачевых там теперь нет. И за то, что украинцы сделали русским, русские их должны расстрелять. Но потому что это очевидно. Как еще относиться к предателям сепаратистам. Представьте, что в 1992 году от Украины попробовала бы отделиться Закарпатья, Донбасс или тот же Крым. Поэтому Киев смертельно боялся Москвы, а затем, не получая отпора и видя, что русские ведут себя совсем глупо, в общем, как невменяемые алкоголики, украинцы стали наглеть. Дружбы, сочувствия, симпатии и благодарности там не было и по мину. Был страх, переходящий в презрение, а затем в открытое идиотничание и воровство. А потом дело дошло до геноцида русского населения. Все военные действия, которые сейчас ведутся на территории Украины, это заслуга украинцев, которые не с теми воюют. Сейчас им кажется, что они опять-таки воюют с русскими, которые неожиданно трансформировались и оказались не такими уж тютями. Они не понимают психологии иновиопов, они думают, что это русские, которые выступают за свои национальные интересы. А интерес тут очевиден. Украину упразднить, политическую верхушку сепаратистов уничтожить, население русифицировать и забыть украинство, как дурной сон. Отсюда бешеное сопротивление Киева. Сопротивление против людей, которые вовсе не являются их смертельными врагами. И вообще врагами. Из-за подобной комедии, или точнее трагедии положений, украинцы делают за русскую оппозицию всю работу. Но представьте, что вор забрался в квартиру, а туда зашел не хозяин, а сосед. Попросить соли. Вор набросился на соседа с кулаками, завязалась драка, и сосед его задержал. Но у него этого и в мыслях не было. Он отпустил бы вора на все четыре стороны, чтобы не связываться. А может быть даже не понял, что это вор. Украинцы с иновиопами даже сейчас могут легко договориться. Но в иопам Украина не нужна. Не нужен и Донбасс. Даже Крым нужен условно не как часть России, а как восстановление советской несправедливости. То есть несправедливости не русской, а советской истории. И Крым им нужен не как часть России, а как еще одна национальная республика. Да хоть украинская. А еще лучше смешанная украинско-татарская. С ее помощью Кремль укрепит каркас интернациональной опричненной Российской Федерации. Но украинцы пинками и зуботычинами принуждают на иопов следовать национальным интересам России. При этом украинские сепаратисты тоже забавная трансформация. На Украине сепаратистами называют людей, которые выступают против сепаратизма. При этом настоящие украинские сепаратисты сидят в Киеве и Львове. Так вот эти сепаратисты не понимают, что если русские придут к власти в Российской Федерации, то судьба независимой Украины будет предрешена. И не потому, что их гораздо больше, а потому, что украинцы действуют и будут действовать против России только кнутом. В этом их программа и заключается – бить Россию и русских. И в этой борьбе интересы Украины как-то стали забываться, а теперь вообще не принимаются в расчет. Разговоры сейчас у украинцев такие – давайте взорвем свои атомные станции, чтобы насолить русским. Или еще лучше – на зло русским упраздним Украину и станем частью Польши. Это-то зачем? А вот у русских отношение к украинцам совсем другое. Да, у них есть раздражение и злоба, есть стремление проучить предателей. Но они считают Украину частью России. Поэтому в их распоряжении не только кнут, но и пряник. А это делает российско-украинский конфликт для украинцев безнадежным. Что будет, если Украина присоединит Белогородскую область? Там начнутся репрессии. Оттуда вывезут все, что можно. Масса людей будет расстреляна, еще больше посажено в тюрьмы. Основную часть населения постараются выгнать за границу. Те, кто останутся, должны будут стать украинцами и постоянно доказывать свою лояльность, свое право жить в родной области и считаться гражданами Украины и украинцами. Причем украинцами третьего сорта. Русский язык будет вытеснен из официального употребления. Всех будут заставлять в БТУ говорить на украинском. Что само по себе дико, а вдобавок украинский язык очень плохой. На нем можно только ругаться. Ну, так получилось. В свое время евреи, скрепя сердце, отказались от идиша, потому что это немецкая феня. Феня, на которой не говорят, а ботают. О прочих вещах, которые ожидают украинизированную Белгородщину, я и не говорю. Это и тотальная криминализация, и падение уровня жизни, и деградация инфраструктуры. Нет ничего страшнее, чем быть окраиной Украины. Одновременно в Белгородскую область хлынет поток колонистов из Галиции, потому что там свирепствует аграрное перенаселение. А что будет, если наоборот соседняя Сумская область будет присоединена к России? Там что, будут запрещать украинский язык? Или относиться к местному населению как к недочеловекам? Заселять в массовом порядке жителями Вологодщины? Русские просто не будут видеть разницы между жителями Сум и жителями Белгорода. Даже сейчас, после событий 2022 года. Поэтому, как бы ни изощрялась украинская пропаганда, она будет эффективной только в случае навиопского управления. Потому что в этом случае у нее будет общий базис с противником. Постулат о том, что русские и украинцы – разные народы, которые обязательно должны жить отдельно, или уж на самый крайний случай образовывать рыхлую конфедерацию с отдельными флагами и столицами. А еще лучше – с отдельной валютой и отдельными вооруженными силами. А-ля Белоруссия. А это неправда. Западно-русским сепаратистам этот цирк не надоест никогда. На то они и сепаратисты. А вот навиопам уже надоедает. И сильно. Чем больше надоедает, тем больше они становятся русскими. А это сепаратистам надо? То есть, воюя с мифической русской властью в Кремле, сепаратисты ее создают. И вот здесь у них все получится. Ибо это как раз есть правда жизни. А с реальностью не поспоришь. Это именно то, что нужно сейчас гражданам России, Украины и Белоруссии. Стать единым народом, живущим в едином государстве. Что, в общем, Киев и признал, доведя ситуацию до абсурда. Выдвинув идею упразднения горячо любимой ниньки Украины. Но под эгидой не России, а неизменно враждебного к украинцам польского государства. Как говорится, квот эрот демонстрандум. Оставайтесь с нами и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok